Привет! Это видео изготовление циркуля для ручного фрезера. Дело в том, что с обычным фрезером, как правило, идет штатный циркуль, но это позволяет прорезать отверстие лишь с минимальным размером на 24 см. А если вам требуется сделать отверстие с меньшим диаметром, вам как раз и пригодится такой самодельный циркуль. Изготовить его совсем не сложно, вам потребуется кусок фанеры толщиной 10-12 мм, металлическая пластина и пару метизов, болт на 5 мм, под шплинт и болт с барашком на 6 мм под крепление ползуна. Приступаю к разметке нашего циркуля. Для этого сначала откручиваю подошву фрезера, отмечаю осевую линию и отмечаю на ней положение подошвы фрезера и места крепления фрезера к площадке. Главное точно отметить положение под винты. Далее размечаю паз под ползунок. Паз решил сделать шириной 2 см. С помощью циркуля отмечаю контур и соединяю все линии. На этом разметка закончена, можно собрать фрезер обратно, установить параллельный упор и начать фрезеровать паз под ползунок. Так как параллельный упор тоже имеет какую-то толщину, чтобы нам было удобно фрезеровать, я прикрутил к нашей заготовке небольшие бруски. Закрепляю в фрезер пазовую фрезу толщиной 6 мм и прорезаю центральный паз. Меняю фрезу на более широкую, я и буду формировать паз под ползунок. Отодвигаю боковую упору в сторону и таким образом фрезерую весь паз. Сверлю отверстия под крепление фрезера. У меня для крепления используются винты 4 мм, отверстия просверлил диаметром 4,5 мм. Более толстым сверлом снимаю фаски с этих отверстий. Перу по дереву прорезаю центральное отверстие. Подрезку по контуру делаю электролобзиком. С помощью шлифмашинки убираю заусенцы и шлифую поверхность нашего циркуля. Для ползуна нашел подходящую пластину толщиной 3 мм, разметил ее и вырезал болгаркой. С помощью болгарки и напильника подгоняю форму ползуна под размер паза. Все получилось идеально, прямо размер в размер. В ползуне кернем и сверлим отверстия под шплинт и под заживной винт. Отрезаю винт на необходимую длину и привариваю его ползуном. В принципе можно было нарезать резьбу и соединить все с помощью резьбового соединения. Но у меня есть сварка, мне так было проще. Точно так же делаем шплинт из винта М5. Вот такой получился ползун, он вполне себе хорошо двигается внутри паза. Можно собрать циркуль и попробовать его в работе. Для крепления циркуля к фрезеру потребуются более длинные винты. Цирлю отверстия для крепления шплинта. И прорезаю фрезером отверстия. Самое маленькое отверстие можно сделать диаметром 2 см. Результатом я оказался доволен. Что касается размера, все зависит от вашего фрезера. В моем случае получилось ширина 17 см, длина 58,5 см. А длина ползуна 12,5 см. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если у вас есть комментарии или замечания, пишите об этом в комментариях. Ну на этом все, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok